Мало кто верил, что в Висогеносе удастся воплотить такую идею – украсить введено-пантелеймоновский храм настенной росписью. Начало этому благому, но рискованному делу было положено около 10 лет назад. На сегодня большая часть работ уже выполнена. Близится заключительный этап росписи купола. Какими сложностями сталкиваетесь? Со сложностями? Сначала на моменте проектирования это была действительно новая задача. Такое мы не решали еще, чтобы дистанционно осуществлять настенной росписи. Была такая длительная работа, консультация с различными технологами, фирмами, которые могут предоставить соответствующие краски и помочь осуществить вот эту задумку. Потому что я живу в России, и мне трудно постоянно присутствовать. Или даже собирать какую-то бригаду, артель. На это вряд ли бы пошли на тот момент. Поэтому мы разработали такую систему, где мы расписывали удаленно, а потом на короткие отрезки, промежутки приезжали и монтировали в краткие сроки. И это одна из таких сложностей. Вторая сложность профессиональная, что проект проектом, но живописцы, стенописцы, когда работают, они корректируют эскизы всегда на стене. Даже если они очень точно разработаны, в масштабе один к двум даже, бывают такие храмы, которые заказывают подробную дорогую проектную работу, которая очень нужна, очень полезна, и помогает потом в более краткие сроки осуществлять роспись. Тут такого не было, и сложность была в том, что это был определенный риск, что ты пишешь в одном месте, а вдруг это не подойдет к тому помещению, которое тут, потому что все равно свой масштаб, свет, освещенность. То есть ты дома думаешь одно, а по факту может приключиться очень неприятно. У нас этого не произошло, и это удача. Милостью Божьей краски ведут себя хорошо, говорит художница, и композиция меня радует. Совместно с настоятелем мы разрабатывали сюжетную композицию, а стилистику батюшка предложил на мой выбор, на мой вкус, и остановились мы на византийской стилистике, и ориентируемся на образцы XII века. В то время, в тот период, купола традиционно размещали сцену Вознесения в более развернутом виде, в менее развернутом, и последствием этой композиции мы знаем известный пантократор. Его много видят в разных храмах. То, что до нас дошло уже в более поздние периоды, это усеченная композиция, там, где Господь в поясном изображении. А мы же ориентируемся на образцы более древние, где этот сюжет рассмотрен наиболее широко, чтобы были все 12 апостолов, Божья Матерь, ангелы, предстоящие, и ангелы, которые будут держать небесную сферу. Это всё планируется на следующий год, на следующее лето. То есть та самая кульминация, она и сюжетная, и вообще вся эпопея, ради чего мы все годы по крупицам всё это собирали, она должна осуществиться в следующем году. То есть это будет и масштабное по трудозатратам, и по усилиям. Я думаю, что оно должно получиться хорошо. Там должны быть ростовые фигуры ангелов, держащие небесную сферу, фигура пандократора, и тексты, тексты кондаков, вознесение на четырёх языках со словами «Аз едем с вами, и никто же на вы». Русский вариант текста, он представлен уже у алтаря, а ещё будет на четырёх других христианских языках. Очень хорошая эта идея вознесения, потому что это по своему и образу своему, и по смыслу по всему очень такой возвышенный и возвышающий нас сюжет здесь изображён, который всё время как бы приглашает нас к тому, чтобы мы возводили очи горе, как это говорится, ввысь, и помнили бы о нашем предназначении, для чего мы вообще пришли в этот мир, и тем более зачем ходим мы в храм. Не просто для того, чтобы что-то там испросить или получить какое-нибудь такое, такое, как говорят, спокойствие там, или ещё какое-нибудь. А собираемся для того, чтобы в конце концов нам тоже вслед за Господом вознёсшийся и вслед за Его апостолами тоже проделать этот путь. Алина Князева особо отмечает деликатность отца Иосифа. Говорит, он очень помогает ей в этой работе. «Деликатность исходит от того, что я понимаю свою ограниченность в данном случае», скромно замечает отец Иосиф, и думаю, что правильнее доверять самой художнице. Она знает своё ремесло. Я очень доволен для некоторых наших прихожан. Это и неудивительно, что это было нечто такое неожиданное. И для меня тоже есть каждый раз, когда я гляжу на эту роспись, в этом есть что-то такое для меня тоже неожиданное. Как бы каждый раз что-то новое, и некоторое как бы такое удивление такое, что именно вот такой стиль и такая роспись. Вот. Мне это ещё немножко дополнительно приятно, и дополнительное такое в этом есть радость, то, что это похоже на древние росписи грузинские, вот в грузинских храмах, и тоже как бы родиной веет на меня от этой росписи, и то, как всё это выполнено. С миру по нитке и будет расписан храм. Да, именно так, говорит Татьяна Ежова, инициатор проекта «Благолепие», в рамках которого вот уже 10 лет осуществляется сбор средств на настенную роспись. Было очень много сделано мероприятий за эти 10 лет. Это благотворительные концерты, акции, аукционы, выставки продажи, просто презентации книг, что очень ценно для нас самих, миссионерская деятельность. И у нас же нет мецената, в Висогеносе мы не нашли мецената, но есть маленькие спонсоры, которые шаг за шагом помогают нам, и мы все вместе идём к одной цели. Она уже сейчас в фазе завершения, мы очень рады, что мы доживаем до этого уникального момента. Так получилось, что проект «Благолепие» стал многогранным, подчёркивает Татьяна Ежова. Ведь в ходе его осуществления удаётся выявлять так много талантов наших висогенцев. Столько много интересных людей, которые дарят свои картины, дарят свои песни, свой мир. У нас был цикл маленьких мероприятий «Мой мир», где каждый человек мог себя выразить, предоставить тот мир, показать, в котором он живёт. И этим талантом дарят себя люди. То есть, получается, у нас организовалось такое арт-поле, творческое, в котором мы купаемся. В этом году я планирую, как Господь сподвигнется, пригласить именно тех, которые были с нами много лет и неоднократно. Олег Штельман, батюшка из Шауляи, который будет со своей авторской песней, презентацию книги его делаем. Светлана Устеменко с её книгой «Тех, которые Христовых в суд. Продолжение» и «О Мехновской общине». Мы сделали презентацию Акафиста Виленских мучеников. Ещё будем делать по возможности Акафист Божьей Матери. То есть, мы составляем полностью, дай Бог здоровья, Людмилы Мартыновой, которая нам очень хорошо помогает с макетированием, и всем, которые помогают организовать. Очень красивая была и значимая для нас выставка всех арт-объектов нашей церкви в Центре культуры Драугисте в честь 700-летия христианства в Литве. И для меня это было вообще, мне кажется, для многих было открытием, насколько это мощно и сильно. В Литве проявляется очень много веков. И это наши виленские мученики. Тому как бы время отсчёта. Мне бы хотелось говорить о том, что многие приходящие в храм подходят и предлагают свои возможности. Это тоже дорогого стоит, потому как кто-то расписывает картины свои, кто-то вяжет, кто-то кожей делает картины, кто-то бисером вышивает. Вот эти мастерицы тоже дарят свой талант нам. Но я думаю, что мы ещё сподвигаемся на тех красивых див, которые, может быть, приедут опять из Москвы с оперным Майя Андреевская, с Вероникой. Может быть, они ещё что-то такое красивое. То есть хочется юбилейную фазу сделать всеобъемлющие. Мы все очень разные, и мы все в церкви. Вот так что я очень благодарен, конечно, Алине, её супругу, который, Дмитрий, который принимает очень, принимал всё время активное участие в этом, в установке этих, в установке этих росписей. Он сам тоже своё добавит, свою работу, это лепнину сделает здесь. Может быть, мы рискнём и попросим у него сделать небольшую скульптуру Пресвятой Богородицы со младенцем. Есть даже такое здесь место, которое просится под такой сюжет. И благодарен, конечно, тем, кто начинал это дело, которое я себе и не мог бы представить. И даже когда мне предложили первый раз, вот, Таня Ежова, Лиля Прокопенко, Наталья была с вами ещё, Шилова, вот, когда предложили это дело, что я даже сказал, ну, что вы, это же, как говорится, не про нашу честь такое. А видите, что получилось, что оказалось, что и про нашу честь тоже. Так что вот я очень благодарен. И участникам этого проекта благолепия, конечно, очень благодарен Алине за то, что она нам подарила такую красоту, вот, ну и благодарен Господу за всё. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok